До нас дошла реальная история Авар, которые правили в Средней Азии до 6 века. А затем, из-за восстания их же рабов-тюрков, вынуждены были бежать на запад. До прихода через Северный Кавказ в Европу, Авар на 553 год, было 400 тысяч. Тогда все боеспособное мужское население было на войне с Древним Китаем, коих было в то время до 50 миллионов человек. Тюрки же долго вынашивали коварные планы против Авар, для этого они, объединившись с Суйсунями и другими монголоидными племенами, ударили в спину Аваром и напали на столицу Авар, город Аварга, располагавшуюся на месте нынешнего Улан-Удэ в современной республике Бурятия, а также на другие поселения в этом регионе. Все население было истреблено, а часть племена китайцами, и в дальнейшем часть Авар была ими ассимилирована, небольшая часть ушла на восток, где смешалось с иными народами, вследствие чего произошли такие народы, как маньчжурцы, корейцы, а также айну, или современные японцы. Лишь незначительной части воинов удалось вырваться по Северноморскому пути в сторону Прикаспия, через Аральское море повторив путь своих праотцов, хунну. Схоронив все древние архивы сумело уйти через земли родственных эфтолитов и союзных сассанидов на историческую родину, Тахистан, или Сарир, или современный Дагестан. Все утверждения тюрков о якобы тюркскости Авар ложны, ведь тюрки были рабами Авар, а свободные воины никогда не смешивали свою кровь с рабами добровольно. Вырвавшихся Авар в целом было около 30 тысяч, плюс небольшое количество знати из бывших покоренных народов в основном монголоидных племен. Именно по факту данных знаний Чингисхан впоследствии породнился с родом Аварских царей, или так называемых Нуксалов, и заключил союзный договор с Аварской царской династией на Кавказе. Отчисленность тюрков с союзными им племенами была очень велика. Только лишь в погоне за 20 тысячами Авар, тюрки отправили в Европу около 300 тысяч своих воинов.